Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас завис в окончательнейшем флейте, просто в тотальной консолидации. Скучно, что можно сказать, скучно. Да, мы в принципе удерживаем прекрасно уровни. Вы можете даже сказать, что здесь есть некие, там, я не знаю, головая плеча или что угодно. Но тем не менее, лоу, да, более низкий лоу и снова более высокий лоу, что является хорошей, конечно же, тенденцией в плане того, что вот у нас появляется такая некая трендовая линия, которую мы вроде как удерживаем пока. Вот у нас тут сильные плиты ордеров, как мы видим по ТРДР, 16500 и 16000 удерживают цену пока. Поэтому, что я могу сказать, давайте посмотрим на альткоины. Пока ничего интересного не происходит на битке. Опять же, по моему мнению, мы ждем выстрела наверх. Возможно, что через низ, ребята, с заколом стопов. Возможно, что и без, но я жду выстрела наверх с закрытием вот этих всех шартов. Опять же, вот мы удерживаем здесь такую небольшую трендовую, как я уже сказал. А по альтам интересные штуки происходят, посмотрите. Давайте начнем с тех, которые я открыл на байбите. Помимо битдау и всего прочего, вот я открыл ману, и мана вчера неплохо сходила. Посмотрите, я зашел прям хорошо, не разгружался, потому что я какими-то мизерными порциями торгую машинами. Поэтому я буду держать дальше этот лонг. Тем не менее, смотрите, у нас сейчас образовался здесь локально на 30-ти минутках такой нисходящий треугольник по мане. И интересный момент, кстати. Что, он может быть пробит и вниз, но надо смотреть, где ее добирать. Потому что смотрится она в целом лонгова. Сейчас я вам покажу. А где подбирать, ну смотрите, если вот так посмотреть по фипке, опять же, мы сейчас тестируем. 0.38 уровень. Ну вот это и хорошее на самом деле значение. Мы чуть-чуть до него еще не дошли. 0.38 или 0.5, я думаю, что вот эта зона может быть сложным пробоем этого треугольника и отскоком дальше наверх. Может быть хорошая для донабора лонгов, опять же, если мы будем видеть продолжение аптренда. Потому что по мане, смотрите, здесь похоже, что происходит сейчас. Некий перелом. Вот, посмотрите, мы пробили и нисходящее сопротивление, и горизонтальное сопротивление. Можем, конечно, потенциально еще опуститься чуть пониже на ретест его как поддержки. Вот, но посмотрите на ману в глобальном разрезе к битку. Я ее открыл и понял, что последний раз мы ее смотрели очень давно, где-то полгода назад, наверное, и я рисовал вот этот вот уровень еще тогда, может даже больше, чем полгода. Что типа мы, я говорил, что здесь она очень перекупленная, и я по ней жду коррекцию к биткоину, как минимум к предыдущим вот этим хаям. И что мы увидели? Мы отбились от этого уровня сначала, и после этого мы его пробили, и сейчас ушли даже ниже. Поэтому, на мой взгляд, сейчас чисто даже в рамках отскока, я не говорю, что медвежий рынок по мане закончен к битку, может быть мы еще увидим долгую консолидацию. Но перед этим, я думаю, что очень вероятно, что мы можем увидеть хороший отскок, потому что посмотрите, где мы сейчас находимся. Вот у нас опять же зона предыдущего сопротивления, здесь было очень много сопротивления вот здесь, еще в прошлом цикле, мы сейчас прямо на ней. И если опуститься чуть ниже, вот до опять же зоны предыдущей поддержки и следующего сопротивления здесь в зоне перепродности, то у нас образуется такой коридор. И вот мана BTC, на мой взгляд, прямо отсюда и внутри этого коридора, на мой взгляд, это хорошее значение для донабора позиции, опять же, в средний срок, в долгосрок. Вот что я думаю по мане, потому что это Decentraland, это действительно рабочий проект, это рабочая игра, в нее кто-то играет, кому-то она нравится, наверное. Поэтому почему бы и нет. Эфир классик, давайте глянем. У меня по нему, кстати, сейчас нету лонгов, но я на споте его продолжаю накапливать по таким ценам и держать. Хотя и выглядит, конечно, он, мягко говоря, не очень, да, на недельках и на дневках тоже. Но с другой стороны, посмотрите, как он выглядел вот здесь, вот здесь. Он всегда так выглядит не очень, да, и вроде как уже все, думаешь, ну его нафиг, продам в убыток, и после этого начинается памп. Поэтому ждем по эфиру классику, сейчас пробитие хотя бы вот примерно. Я думаю, что вот эта линия сопротивления, на самом деле, которая была, мы ее ложно уже пробивали. Короче, просто выхода из этого треугольника ждем для подтверждения того, что это лонг. А цены, конечно, очень прикольные по сравнению со 180 долларами, где он был пару лет назад. Цена в меньше, чем в 20 долларов, на мой взгляд, достаточно привлекательна, если вы верите в настоящий трушный эфир, собственно. Оригинал цепи эфириума, собственно, потому что все остальное это копии. Так, из того, что у меня лонги открыты, битдао. Посмотрите на битдао, как он ужасно смотрится. Да, он вообще еще не заканчивает. Да, посмотрите, вот у него было пару каких-то попыток сменить тренд на бычий вот здесь, да, желтая точка вот здесь. И были локальные отскоки, хорошие были отскоки. Локальные на 30%, на 90%. И вот мы снова ушли еще ниже. Как, в принципе, и большинство альткоинов сейчас, которые мы смотрим, все вот так вот все падают и падают и падают. Но обратите внимание, что падение замедляется, продавцы выдыхаются. Потому что если вы кому-то продаете, значит, кто-то покупает. Вот, поэтому сейчас все это продастся, и тренд развернется, и начнутся очень интересные возможности. Точнее, начнется уже реализация этих возможностей, а возможности сами происходят сейчас. Но надо смотреть, как сетка EMA Ribbon себя поведет. Она должна развернуться хотя бы в бычью сторону. Опять же, это может быть ложно, как вот здесь. Поэтому, друзья, по-хорошему надо ждать пробития вот этого сопротивления на уровне где-то 50 центов по битдао. Но я уже стою в лонгах на байбите. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет. Что еще у меня здесь есть? Дэш. Дот. Добираю. Дот валится вообще просто безбожно в минус. Дот валится просто ниже плинтуса. Посмотрите, никак он не может тоже. Опять же, вот у него локальное сопротивление на 30 минутках. Никак он не может с ним справиться. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько раз. Понимаете? Но в какой-то момент это произойдет. Произойдет, и начнется ракета. И лучше быть в ней, чем сидеть и ждать цен еще ниже. Это я вам по опыту вообще говорю 100%. Тем более, посмотрите. Давайте на секунду отдалимся на биткоин. Причем отдалимся вообще максимально. На таймфрейм 12 месяцев. То есть, один год. Что мы видим здесь на обычных свечах? Что у биткоина винрейт в среднем 2 к 3. То есть, посмотрите. У нас в среднем две зеленые свечки, одна красная. Даже три зеленые, одна красная чаще. И вот сейчас у нас тот момент, когда одна красная, ребята. То есть, у нас по статистике, опять же, по биткоину, вероятнее начнутся сейчас зеленые свечи. Просто держите этот факт в голове, что черный лебедь на самом деле, по всем рынкам, не только по биткоину, он может быть на самом деле белый лебедь. Он может быть наверх. Потому что такого количества запуганных и выпрыгивающих из ракеты я вообще не припомню что-то никогда, если честно. То, что сейчас в масс-медиа. Посмотрите, на таких новостях никогда рынки не падают. Падают рынки на хороших новостях. А сейчас все, вон там, Маск распродает Теслу. Крипта там скамится, фонд за фондом, биржа за биржей. Вы что? Это все манипуляция. Вот Тесла, кстати, другой разговор. Посмотрите на Теслу. Это просто беспредел. Тесла уже сломала все уровни Фибы. По-любому где-то будет сильный отскок. И он за собой потащит рынки. Но самое главное, я вам говорю, ребята, Доу Джонс. Доу Джонс это ключ, который, посмотрите, сломал локальный вот этот нисходящий тренд коррекции. Пробился наверх. И буквально в 10% от All Time High сейчас торгуются, тестируют снова эту линию как потенциальную поддержку. Это мы узнаем буквально с вами уже в понедельник. Это очень интересный момент, что может рынки тоже все развернуть. Вот, но вернемся к альткоинам. Вернемся к альткоинам. И я вам напоминаю, кстати, что на Байбите, на споте можно купить уже МИ токен. Я, конечно, не уверен, ребята, что сейчас самая лучшая цена его покупать, честно вам скажу. Но, тем не менее, это токен Medieval Empires вот этой игры. Его можно еще и застейкать на Байбите. Я, честно говоря, по таким ценам не покупаю и буду ждать цен лучше. Но вообще выглядит по быче. Смотрите, может сейчас пробиться наверх. Опять же, чисто технически. Вот мы подбились к сопротивлению. И прямо сейчас вот у нас такой поджим. Восходящий треугольник. Если мы пробиваем, то, в принципе, цель там высота этого треугольника 48%. Локальный трейд возможен куда-нибудь там на 2 цента даже консервативно. Но я бы такое сейчас не торговал. Я, скорее, больше за накопление. И, в принципе, интересный проект Medieval Empires, друзья. Кто хотел посмотреть геймплей и убедиться в том, что игра реально не скамывает, что там ведется разработка. Вот посмотрите их геймплей на английском. Я сейчас оставлю ссылку и кусочек видео вы увидите. Реально прикольно выглядит. Я сам не фанат таких игрушек. Но я думаю, что много кто будет залипать. Другой вопрос, конечно, как это на цене токена может сказаться и почему он должен расти. Ну, это мы узнаем. Я лично жду, что он еще отпадает посильнее. Можно будет его потом докупить, например, повыгоднее и уже поехать на этой ракете. Ну, когда-то в обозрим будущем, но не прямо сейчас. Посмотрим. Вот. Чего не скажешь про Касту, кстати, ребят, которая уже сделала тот путь, о котором я вам сейчас говорю, про Medieval Empires. Понимаете, Medieval Empires может быть еще где-то здесь, мы не знаем. Или здесь. Даже если бычий рынок, если бы Каста вышла на бычьем рынке, если бы Каста вышла на бычьем рынке, наверняка тоже у нее бы было сначала более внушительное ралли, да? Но потом все равно она могла упасть. А Medieval Empires выходит вроде как на флете или уже на зарождение бычьего рынка. То есть он может сейчас начать и расти. Но вот Каста уже отпадала до цены, блин, сидраунда, понимаете, практически. И вот, пожалуйста, вы хотели ее накапливать? Вы хотели инвестировать в закрытом сидраунде? Накапливайте, чуваки. О чем речь вообще? Посмотрите новости, как работает приложение в Европе, узнаете у друзей, у знакомых. Как им оплачивают уже кофе в кафешках, бенз на заправках и так далее, как Binance Pay. Очень удобно. Вот, поэтому это то, что я накапливаю на споте, поскольку в маржиналке пока ими торговать не дают. А торгую я в маржиналке еще, друзья, на BitGet. Сейчас в интереснейшей CoinM инверсной марже. Bitcoin Cash и Litecoin. Набираю по ним ланги. По Bitcoin Cash давайте глянем. Тоже посмотрите, он к доллару. Как был в жопе, так и валяется, но так это же и хорошо для нас, как для накопления. Ребята, еще раз вам говорю, если вы любили Bitcoin Cash, пускай даже как спекулятивный актив, по 600, по 800 баксов, вот тут, или по 1200, так по 100 баксов, извините меня, вы во сколько? В 10 раз вы должны сильнее любить. Вот, и если мы посмотрим Bitcoin Cash к Bitcoin на макро, то тут тоже у нас ничего не поменялось. У нас с вами как была желтая точка, так она и есть. Она еще не отыграла. Недельная желтая точка просто не может не отыграть на макро таймфрейме. И вот она где. То есть мы еще вообще под ней. То есть вот она эта зона до накопления, из-под которой мы должны по всем признакам выстрелить, ну на несколько иксов хотя бы. По Bitcoin Cash вот у нас ближайшие сопротивления. Предыдущие вот эти уровни, ну либо вот эти уровни поддержки, вот тоже очень сильный уровень. В районе 2-2,5 миллионов в Сатоши. Вот куда-то туда, я думаю, он может выстрелить. Соответственно и к доллару он может резко начать стоить баксов 300, там 600 опять, понимаете? То же самое и с Dash, который тихонечко пробился после желтой точки, пробил нисходящее сопротивление к битку и уже устремляется наверх. Посмотрите. Начинаю разворачивать сетку EMA Ribbon сейчас. Получается так, если мы приближаемся. Давайте посмотрим. Пятидневный таймфрейм. Вот мы видим, что сетка начинает разворачиваться и удерживаться как поддержка. Dash BTC. То есть это говорит нам о том, что Dash в последний месяц чувствует себя лучше, чем биток. И в нем лучше держать, чем в битке. Независимо от цены в тезере. Смотрите, зеленая свечка, трехдневный таймфрейм. Приближаемся, двухдневный таймфрейм. Бычья структура. Удерживаем сетку EMA Ribbon как поддержку. Блин, я знаю, что вы сейчас после этого видео побежите в Margin Long залетать на всю котлету в Dash. Наверное, не надо так делать, ребята. Хотя, с другой стороны, опять же, если вы верили в него по 300 баксов, по 400 баксов верили, почему вы не верите в него по 40 баксов? Вот такой вопрос к вам. Вот. А в целом, конечно, я вам хочу сказать, что... Давайте Litecoin еще глянем. Хочу вам сказать, что немного плачевна вся эта история в целом с криптом, а с адопшеном, с блокчейном, принятием блокчейна, битка, потому что задумывалось-то все это. Сатоши задумывал как децентрализацию, полную анонимность, никаких KYC и уход от банков, да, там, от всего этого. А по итогу, что мы имеем, все централизовано, все биржи блочат, битки, тезеры. Ну, сами битки не могут в блокчейне заблочить, но все пользуются централизованными биржами, а это, по сути, как банки, это, по сути, как госуслуги с QR-кодом вашим, понимаете, с вашими отпечатками. Вот, что все используют. Крипта – это был уход, как бы, ну, не то, что в тень, а ну, в такую, да, в тень, в свободу, в децентрализацию. В итоге все используют централизованные сервисы, все те же самые, что и до этого. Ну, да бог с ними. Кстати, да, про KYC, если вы не хотите полиции верифицироваться, то на битгете все еще вы можете до 100 битков в сутки выводить без верификации личности и торговать всем абсолютно без no KYC, имейте это в виду тоже, и также без ограниченных территорий. Крым и всякие такие зоны, вы можете оттуда торговать на битгете, ссылочка на бирже в описании. Вот, и, собственно, у меня на нем открыт лонг по лайткоину, как вы видите сейчас, близкой ликвидации, я его контролирую в реал тайме, потому что тоже, посмотрите, лайткоин, я вам показывал, что он находится в глобальном, в принципе-то, вот, бычьем тренде, да, с такими очень сильными локальными мини-бычьими медвежьими, памп и дампами, да, типа мини-бычьими медвежьими рынками, но в целом-то вот у него повышающиеся LAI, посмотрите, что очень хорошо, и даже повышающиеся HIA, что тоже очень хорошо, то есть монета не мертвая, и самая красота начинается по лайткоину, это опять же, когда мы смотрим его к битку, друзья, потому что у нас просто супер гигантский падающий клин фрактальный, внутри большего падающего клина, внутри еще большего падающего клина, на желтой точке, посмотрите, друзья, вы можете сколько угодно ржать, угарать, мне это вообще все по барабану, писать в комментариях, мне даже только лучше, если вы это все пишете, вы тешите алгоритмы YouTube, спасибо вам за это, кстати, большое, и ставьте лайк, не забудьте, если вам нравятся такие видео, ставьте стоп, подписывайтесь к нам на канал, если вы случайно зашли, и вот, но тем не менее, смотрите, что было после желтой точки на сайфере, лайток битку вот здесь, он выдал мульти иксы, он вылетел из этого клина и выдал 500%, 550%, сейчас опять мы из этого клина вот уже вышли, смотрите, бэктестим его как поддержку потенциально, надо смотреть, сейчас сетка EMA Ribbon, возможно, будет выступать как поддержка, и тогда, да, это даст подтверждение тому, что этот гигантский дивер длиною в раз, два, три, четыре года почти, эта желтая точка, это действительно валидный сигнал, и лайткоин просто начнет неистово туземунить, иксов на 10 к биткоину, вот что может произойти, и на мой взгляд, это вероятнее произойдет, если так произойдет, то я думаю, что лайткоин улетит, перепишет all-time high куда-нибудь на 1000 баксов, например, там, это сколько ему, 15 иксов сделать, плюс-минус, в то время как битокс делает пару иксов, вот вам и икс 10 к биткоину, поэтому, друзья, это такое мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет, еще раз вам говорю, все ссылки в описании, всем профитроли, спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, стоп и тейк, ну и напоследок, вот взгляните на картинку нереализованных убытков и прибыли, видите сейчас, какие убытки, видите, какая капитуляция сейчас, обычно в это время нужно покупать, и я покупаю, напишите в комментариях, покупаете ли вы, потому что продавать надо, конечно, на зеленых, и на синих, вот на этих эйфорических моментах, но не всегда получается их распознать, как было вот здесь, например, здесь вообще не было синего, но красный сейчас очевидно, конец это красного или нет, мы не знаем, но то, что покупать надо здесь, а продавать там, это факт медицинский, все, друзья, так что пишите в комментарии, что вы об этом всем думаете, какие альты посмотреть еще в следующий раз, всем удачного тузамуна, но помните о рисках, фиксируйте прибыль, режьте убытки, скоро увидимся, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok